Продолжение следует... Постепенно, но все-таки произошло осознавание необходимости и важности оказания психологической, психотерапевтической помощи, поддержки пострадавшим, как и ровно другой помощи. Среди направлений научно-практической деятельности отделения крестных состояний, последним пунктом обозначено совершенствование немедикаментозных методов лечения расстройств, связанных с тяжелым стрессом. Как раз с тяжелым стрессом мы и сталкиваемся при массовых поступлениях, которые возникают в результате стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий и террористических актов. И в этом случае профессионализм и слаженность и четкость работы сотрудников также важна, как при оказании любой другой помощи. Известно, что существуют факторы, которые могут оказывать влияние на развитие и формирование механизмов как компенсации, так и декомпенсации при психических расстройствах. Например, внезапность ситуации – это когда люди, например, плавают в бассейне или находятся на уроках в школе или сидят в театре, и внезапно возникает угрожающая их жизни ситуация. Длительность этой ситуации также имеет значение, когда пострадавшие, например, находились в заложниках. Интенсивность воздействия чрезвычайной ситуации, когда велись боевые действия. Также имеет значение индивидуальное состояние пострадавших – это наличие уже имеющихся у них до воздействия стрессово-соматических заболеваний, их возраст. Подготовленность имеется в виду, что в последнее время средствами массовой информации очень много говорится о правилах поведения людей при возникающих чрезвычайных ситуациях, а также личностные особенности пострадавших. Также большое значение в развитии посттравматических стрессовых расстройств имеет значение информированность пострадавших, их возможность связаться с семьей, о перспективах спасения, о заботе государства о них. Имеет значение коллективное поведение, что это всем известные синдромы стокгольмские, описанные уже широко в литературе. И качество проведения спасательных работ. При тяжелом стрессе начинают формироваться уже буквально в первые часы с момента воздействия стресса такие расстройства, которые видны непрофессионалам, видны в обычной повседневной жизни. И возникновение и формирование таких расстройств часто зачастую на месте происшествия, вокруг очага чрезвычайной ситуации могут влиять на оказание помощи данным пострадавшим. Это как раз могут формироваться те группы людей, которые могут иногда мешать оказанию помощи, когда люди впадают в панику, начинают проявлять раздражительность, иногда даже насилие. И затем в первые сутки после воздействия мощного стрессогенного фактора начинают формироваться вот такие взаимоисключающие проявления, как флэшбэк-синдром, это постоянное возвращение в мыслях, в сновидениях, травмирующему событию с одной стороны, и с другой стороны стремление избежать и всячески забыть эту ситуацию. В институте Склифосовского помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях начиналась оказываться уже в первые часы с момента поступления больных в стационар при наличии сознания уже на этапах пребывания пациентов в реанимационном отделении. И тогда же было выявлено, что на фоне аффективно-шоковой реакции уже начинают формироваться первые симптомы посттравматического стрессового расстройства. И чем раньше была начата помощь психотерапевтическая, тем, собственно, быстрее мы добивались результатов выздоровления. При эффективно-шоковых, связанных со стрессом расстройств, в клинике преобладали нарушения сна, тревога, страх и различные расстройства адаптации, связанные с нарушением поведения. И коррекция этих нарушений заключалась больше в немедикаментозных методах лечения. Из медикаментозных мы назначали кратковременно транквилизаторы и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. И то это в том случае, если позволяло соматическое состояние пациента. На этапах оказания психотерапевтической помощи прежде всего проводилась оценка психического состояния. Все это делалось достаточно быстро, в первые сутки пребывания больного в стационаре. И длительность контакта врача и пациента не превышала, как правило, 30 минут, что по стандартам психотерапии. Это считается небольшим временем, однако это оправдало себя при массовых поступлениях. В ходе работы была разработана некая психотерапевтическая программа, на этапах которой были выявлены в процессе практической деятельности следующие цели. Вначале проводили так называемое установление аэропорта. Это создание безопасной остановки, в которой пациент был готов поделиться с мучающими его переживаниями. Дальше переходили к реализации базовой цели психотерапии, которая заключалась в уменьшении интенсивности симптомов тревоги, депрессии, нарушении сна, а также изменение пациента к отношению к существующему у него в настоящий момент страданию, осознание своей цельности, своей значимости и перспектив. И третий этап – это интеграция, когда пострадавший смог применять полученные навыки не только в присутствии психолога, психотерапевта или с помощью медикаментов, но и самостоятельно в своей реальной жизни. И здесь на слайде вы видите перечислены основные техники психотерапевтические, которые мы применяли. Всех их объединяет парадигма поддерживающей психотерапии, которая направлена на раскрытие ресурсных качеств человека, которые имеются в любом возрасте у каждого абсолютно человека, вне зависимости от его физического страдания. Также в программе были выделены методы первого и второго порядка, к методам первого порядка относились недирективные сугестия в техниках Милтона и Рексона, создание обстановки комфорта, психологической безопасности для пострадавшего. И, в общем-то, старые добрые гипносугинитивные техники здесь применялись. Методы второго порядка уже обеспечивали реализацию конкретных терапевтических запросов и задач. Это поиск ресурсов личности, это работа над симптомом, это дезуктуализация психотравмирующей ситуации, а также конструирование позитивного будущего, что крайне немаловажно при выписке больного из стационара и в ходе его в реальную жизнь. Выбор методик проводили индивидуально с учетом свойств личности пострадавшего, механизма полученной травмы, а также тяжести соматического состояния больного. И таким образом в ходе работы было выявлено, что дифференцированный подход к психотерапии с учетом соматического состояния, максимально раннее начало психотерапии, обеспечивают оптимальные сроки коррекции психических расстройств, уменьшают время пребывания пациентов в клинических отделениях и улучшают прогноз лечения и реабилитации пострадавших. Благодарю за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.